Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. Сейчас у нас в гостях два депутата Сейма, Сергей Мирский и Янис Адамсонс. Добрый день. Добрый день. Сегодня довольно продолжительное было заседание Сейма. У нас появился, нельзя сказать, новый, еще на пять лет председателем Верховного Суда избран господин Битшкович. Я думаю, мы тоже это обсудим, но сначала перейдем к тем актуальным политическим и внешнеполитическим событиям, которые произошли на этой неделе или в конце предыдущей недели. И, ну, может быть, начнем, конечно, с той новости, которая, наверное, ну, не знаю, ошеломила ли многих, или многие жители Латвии были готовы к такому развитию событий. Фактически, несмотря на то, что правительство отрицало, отрицало, но вынуждены признать, что нам придется принять беженцев. Называются разные цифры. Последнее, что было озвучено, 700 с чем-то человек, которые в течение двух лет приедут в Латвию. Это было официально. Может быть, несколько слов. Сергей, как вам кажется, действительно ли приедут и действительно ли Европейский Союз примет обязательный квадрат? Ну, я думаю, что у Европейского Союза просто нет иного выхода. Потому что сегодня на территории Европы более полумиллиона человек, не имеющие никакого статуса. И пока эти люди не имеют статуса, им не оказывается никакая помощь, они территориально находятся в основном в южных странах Италии, Греции, Испании и другие южные страны. И, конечно, осложняют абсолютно эту жизнь, потому что, представляете, это количество людей. Так что у Европы нет другого выхода. Они на сегодняшний день легализовали 180 тысяч человек, которые получили статус беженца. 180 тысяч? Да, 180 тысяч имеют реальный статус беженца, то есть они имеют какое-то небольшое содержание. Во всяком случае, это какая-то организованная масса людей, которая где-то взята на учет и поставлена, и соответствует всем нормам и стандартам Европейского Союза. Но если мы говорим о том, что полмиллиона человек этого статуса не имеют, и неизвестно, в каком юридическом статусе находятся, то это, конечно, огромная проблема. Когда ставят вопрос о том, что собираются депортировать какое-то количество, тут возникает масса сложностей. Во-первых, куда депортировать? Это раз. Потому что в основном беженцы сегодня происходят из Ливии и из Сирии, и в Сирии идут боевые действия, и туда вернуть на эту территорию никого невозможно. Что касается Ливии, то там нет реально работающего правительства, есть отдельные группировки, которые воюют друг с другом, и фактически такой власти, которая могла бы гарантировать прием этих людей обратно, тоже нет. Поэтому какой будет механизм и какой поиск этого механизма осуществит Европа, сказать на сегодняшний момент очень сложно. Но речь идет примерно о 40 тысячах человек. То есть это то, что Европейский Союз как бы заочно принял, что вот они 40 тысяч готовы были бы депортировать. Ну хорошо, но все равно остальные 450 тысяч куда денутся? Они должны получить статус. И вот если исходить из того, что Латвия имеет как бы по предварительным данным, которые поступают из Европы, мы должны принять примерно один с небольшим процент беженцев, то будем исходить не из тех цифр, которые нам рассказывает Министерство иностранных дел, и представители Министерства внутренних дел, да, госпожа Петерсона, значит, совсем недавно выступала и говорила, что это 220 человек, и особо не стоит бояться. Вот я поставил под сомнение это, потому что реальность она иная. И мы видим сегодня, что ситуация совершенно иная. Вот за неделю уже количество выросло в три раза, если не больше. Значит, я предполагаю, что решение проблемы, во-первых, оно осложняется еще и тем, что поток беженцев не прекратился. То есть мы ежедневно видим в новостях и слышим, значит, что каждый день около полторы тысячи, пятьсот человек, тысячи человек все-таки переплывают в море. Топить корабли и какие-то военно-морские силы применять для того, чтобы остановить эту проблему, тоже невозможно. Если речь идет о какой-то крупномасштабной операции военного характера на территории, скажем, Северной Африки, то, по-моему, это не то, что сократит поток беженцев, а, наоборот, его еще больше увеличит. И в результате проблема действительно загнана в тупик. Но сейчас не будем говорить о том, что является причинами этой проблемы. Причинами, с моей точки зрения, является безответственная внешняя политика целого ряда европейских стран и Европы в целом. Потому что Европа должна была тормозить тогда желание Франции активно участвовать в этом процессе. Если вот совсем недавно на днях появились письма госпожи Хиллари Клинтон, они опубликованы представителями республиканской партии. И в этих письмах видно то большое участие госпожи Клинтон, которая была в тот момент госсекретарем, на тему, как вести эту операцию в Ливии. То есть там была и Америка принимала очень активное участие. Но разгребать все это придется и в Европе в целом. И вот здесь большой вопрос. Как? Да, вот Янис, вы перед эфиром сказали шокирующую цифру, которую в Латвии придется принять. И по вашим данным, 700 беженцами дело не обойдется. Да, но у нас этот разговор происходит в очень интересный день, в профессиональный день. И, пользуясь случаем, я хотел бы поздравить всех пограничников с Днем пограничных войск, всех, кто носил зеленую окантовку и зеленые погоны. И это как раз перекликается с тем вопросом, который мы рассматриваем. И очень интересно, что как раз вчера в рамках Балтийской Ассамблеи у меня состоялся разговор с нашим примером, с госпожой Стравимой. И мы как раз и затронули вопрос, был затронут вопрос по поводу беженцев. Позиция нашего правительства, который она озвучила, что правительство против квот, и что каждое государство должно добровольно решать, сколько беженцев принимать. И дальше там уже рассуждение, что вот надо послать там и наших пограничников, моряков, чтобы бороться и так далее, и так далее. Я задал один элементарный вопрос. Я говорю, правительство не путает причины и следствия. В чем причина? Почему люди бегут? Если мы будем решать вопросы, которые связаны со следствием, то есть с беженцем, мы этот вопрос не решим ни через 10, ни через 20, 40 лет. В чем причина, почему люди бегут? Потому что там идут боевые действия, что там практически нет государственной власти. И мое предложение очень простое, что давайте решать вопросы, которые связаны с причиной. Если есть необходимость, давайте пусть Евросоюз посылает свои вооруженные силы в эти государства, где благодаря Европейскому Союзу странам НАТО было уничтожено государственные структуры, давайте поможем восстановить эти государственные структуры, поможем людям начать работать, зарабатывать деньги, чтобы они не бежали от этих государств. И это в конечном итоге будет намного дешевле. И хотел бы радиослушателям напомнить, мы как-то уже беседовали, здесь в эфире перед выборами 11-й парламент появилась информация, которую я озвучивал, что якобы тогдашняя руководца нашего правительства согласилась с тем, что Латвия может в конечном итоге принять до 40 тысяч беженцев из Северной Африки. Тогда меня обвинили в расизме и в чем только угодно, но самое интересное, никто даже не пытался оспорить эту цифру, вроде как эту цифру никто и не заметил. Если мы говорим там 200-700, но не будем наивными, если не будет решена первопричина, то беженцев будет, в том числе и в Латвии, в конечном итоге это будет десятки тысяч. И вчера я тоже госпоже Страве ему сказал, когда появятся эти беженцы, то все проблемы, которые мы тут культивируем в течение последних 20 лет, связанные с негражданами и так далее, нам кажутся детским писком или мышиной вознёй. И наше государство также ответственно за то, что произошло в Северной Африке, в Сирии, на Ближнем Среднем Востоке по одной причине, потому что мы, являясь членом Евросоюза, мы являясь членами блока НАТО, наш министр, который участвует в совещаниях, премьер-министр, никто не попытался наложить вето на принимаемые решения. И по идее наше население обязано спросить с нашего правительства, ребята, а куда вы смотрели и почему вы допустили такую безответственность, что были ликвидированы или физически устранены лидеры целого ряда государств? Ну хорошо, ну тогда возникает такой вопрос, не получается ли так, что раз мы, Латвия, как страна Европейсуси и НАТО, которая поддерживала все эти действия в Северной Африке и на Ближнем Востоке, ответственны, к тому же, как многие напоминают Латвии, что как получать европейские деньги, так вы первой в очереди, ну условно говоря, ну теперь возьмите и примите этих беженцев, что же вы недовольны? Сергей. Ну, здесь я считаю, что вот то, что я не сказал, да, конечно, с одной стороны, это теоретически правильно, да, действительно наладить там жизнь, помочь там стабилизировать ситуацию, установить правительство более-менее вменяемое, но ведь проблема шире. Некоторые эксперты, серьезно анализируя ситуацию в той же Ливии и в Сирии, да, ведь эти страны, страны носители большого количества энергоресурсов, и тут вступает еще и вторая часть за кадром ситуации, да, то есть определенные компании заинтересованы в эксплуатации этих ресурсов, да, и там идет борьба между крупными компаниями и американскими, и французскими, и они как бы пытаются вернуть ту колониальную систему, которая когда-то была, учитывая, что при Каддафе это было сделать невозможно, точно так же, как и при руководстве сегодняшней Сирии. Поэтому там во многом были спровоцированы эти ситуации для того, чтобы, в общем-то, добраться до национальных богатств этих стран. И сейчас, конечно, борьба идет, и то, что мы видим во всяком случае в Ливии, вот эти 19 племен, которые фактически были, действительно сотрудничали и работали под единым руководством Каддафи, они сейчас находятся все во вражде, они воюют друг с другом, и воюют не без участия тех финансовых кругов, интересов тех международных крупных компаний, которые заинтересованы в том, чтобы добраться до этих ресурсов. Поэтому это все очень сложно. Но, с другой стороны, конечно, я думаю, что мы сегодня должны говорить о других вещах. В принципе, Европа всегда говорит о неких европейских ценностях, и вот этот вопрос неоднократно, постоянно куда ни взглянешь, всюду употребляется вот этот термин европейские ценности, когда начинаешь задавать вопрос, в чем же он состоит. Да, в чем же. Значит, упоминается демократия, да, ну и действительно европейская ценность демократии. Но можно ли добиться демократии где-либо вооруженным путем, путем свержения существующей власти и путем вот такого... Вот, допустим, на Украине. Взяли и добились демократии. Да. Но мы видим, что где бы это ни происходило, если происходит таким путем, то это приводит не к демократии, а приводит наоборот к каким-то кровопролитию, к уничтожению людей и к страшным последствиям. И намного тормозит развитие этих, демократическое развитие этих стран. Теперь, следующая ценность, о которой очень часто говорят, толерантность, да? Да. Но толерантность, она должна быть, она должна существовать. У нас есть общий взгляд, если мы создали этот европейский союз и участвуем в нем, значит, мы должны солидарно разделять какую-то ответственность за наши общие действия, да? И в данном случае этот термин как раз-таки и подтверждает. Вот Англия, например, как только заговорили о беженцах, заявила о том, что они, в принципе, рассматривают вариант выхода из Европейского союза. То есть, демонстрирует ли сегодня нам, Великобритания, вот эту европейскую толерантность? Это большой вопрос. С моей точки зрения, они ищут выгодный путь для себя, но толерантность-таки как раз соблюдать и не хотят. С третьей стороны, есть какие-то высшие ценности, которые все-таки в Европе, и я считаю, что самая высокая ценность, наверное, это недопустение уничтожения людей, да? То есть, человек превыше всего. Ну, людей надо спасать, как бы там ни было. И, естественно, что если мы опираемся на эту ценность, то, естественно, мы все должны думать о том, как этого человека спасти. Люди сегодня бегут ведь не из-за того, что там просто жизнь хуже еще, они в основном бегут, потому что им просто некуда деться. Но что самое интересное, то разделение, которое сегодня в Европе, тоже эти беженцы. И тут мы тоже сталкиваемся с парадоксальной системой. Ведь бегут 80% это мужчины, и только 20% это женщины с детьми. Это же о чем-то говорит, да? Это говорит о многом. Во-первых, это говорит о том, что эти 80%, ну, наверное, не хотят воевать и быть втянутыми в военные действия, да? То есть можно на них распространить Женевскую конвенцию, как на беженцев. В этом смысле, да. Они отказываются воевать. Но, с другой стороны, кто из них, из этих 80%, приезжая сюда в Европу, и какая организация может гарантировать, полностью выяснить их прошлое, узнать, не являются ли они действительно какими-нибудь террористами, анархистами, там, я не знаю, кем еще, кто готов был бы и здесь проводить такое же... Это будет крайне сложно. Это будет крайне сложно. Узнать всю ее. Да, точно так же сложно, если людям даже достаточно нормальным не предоставить соответствующие условия для жизни в северной стороне, потому что они едут с юга, то, естественно, они начнут изыскивать все какие-то средства к существованию иными способами. И мы даже догадываемся какими. Да, догадываемся какими. Значит, вот это все те проблемы, которые Европа взвалила себе на голову в связи с собственной абсолютно безответственной внешней политикой. Да, Сергей, ты абсолютно прав, то, что ты говорил, но там есть один еще нюансик. Этот нюансик связан и с идеологией, и идеологией в каком плане? Только как на Ближнем Востоке, в Северной Африке появляется лидер, который говорит, который способен объединить всех мусульман, несмотря там отклонения в одну или в другую сторону, так тут же против этого лидера начинаются боевые действия. Гражданская война и так далее. Или это Ирак, или это Сирия, или Ливия, да, без разницы. Там тут же начинает полыхать война. Дальше, конечно, экономика и так далее. Потому что Запад очень сильно боится объединения мусульман. И вместо того, чтобы договариваться и решать вопросы, и не навязывать свое видение, как правильно жить, а мы в виде навязываем. Мы Ирану говорим, слушайте, вы должны жить по таким правилам в Сирии, по таким правилам. У нас так принято. Давайте вы тоже так живите. Это абсолютно абсурдно. Нельзя приходить к соседу в дом и начинать учить, как он должен правильно жить в моем понимании. Это абсурдно. И если так будет продолжаться, и если мы не будем искать и устранять первопричины, да, то, конечно, в итоге, ну, от христианской Европы, наверное, мало что останется. Но Европа далеко уже не христианская, по-моему, судя по тем ценностям, которые она проповедует. В любом случае, я думаю, что сегодня действительно, совершенно верно, это экзамен. Это большой экзамен для Европы, как она с ним справится. И в данном случае нам всем надо быть еще и думать о том, что, к сожалению, наши руководители и наши, скажем, чиновники, которые занимаются этим проблемом, очень часто говорят больше на внутренний рынок, чем на внешний. То есть здесь они говорят, что они категорически против, они будут делать громкие заявления, как они защищать будут свой народ от того, чтобы он не попал в глупую ситуацию, что рядом с соседями оказались неизвестные люди совершенно другого менталитета, черной кожи или темные, и что они, значит, иные какие-то и так далее. Вот. Они будут говорить это здесь. Но будут ли они отстаивать интересы? Там – это большой вопрос. Там они один расскажут, два, но сейчас уже заговорили о каких-то дотациях, что, видите ли, по 6 тысяч за человека получим, тут уже начинаются совершенно иные подсчеты, иные интересы. И я не уверен, что я, судя по опыту, могу сказать только одно, что когда речь идет о интересах Латвии, и сколько раз не касалось вопрос выравнивания тех же платежей и всего прочего, да. Здесь всегда говорили, что это будет последний рубеж, будем отстаивать до последнего, а на деле Европа всегда добивалась того, что хотела вне зависимости от мнения наших товарищей. Да, у нас много звонков, близится, кстати, и время перерыва на новости, но, тем не менее, один звонок мы, наверное, сейчас примем, потом продолжим. Добрый день, слушаем вас. Пожалуйста. Так. Что-то со связью. 672-12-939, телефон прямого эфира. Также, напомню, у нас работает и видеочат. Вот здесь такой комментарий нашего радиослушателя. Нормальная ситуация. Из Латвии бегут в Европу, а в Латвии бегут из Африки. Ну, вот так, к сожалению, получается, потому что в своей стране многие жители Латвии из-за социальной политики стали здесь беженцами. Разве нет? Кстати, тоже интересная. Да, эта мысль имеет право на существование, и это правда. Но еще один нюансик. Дело в том, что все террористические организации, с которыми сейчас воюют Запады во главе с Соединенными Штатами, ведь те же самые западные государства, те же самые Соединенные Штаты, эти организации и создал. Хоть ИГИЛ, хоть Аль-Каиду. И сейчас пожинаем те плоды, которые были осуществлены там пять лет, десять, двадцать назад или год назад. Все-таки политики, и здесь, конечно, избиратели тоже должны думать, идя на выборы, что политики должны мыслить, уметь мыслить стратегически, посмотреть, что произойдет, если я сделаю то-то, то-то, то-то. Но это, к сожалению, большинству политиков нашего мира не присущи. Спасибо, сейчас прервемся на новость рекламы, потом продолжим. Продолжаем, вот в прямом эфире Янис Адамсон и Сергей Мирский, депутаты Сейма, мы обсуждаем актуальные политические события, вот в перерыве мы тоже активно дискутировали и вспомнили, буквально вчера было заявление натовского генерала из Чехии, правда, который сказал, что, ну, вообще, Россия за два дня оккупирует страны Балтии, там, по-моему, Киев, там за один день и за три дня, да, то есть он так спокойно все сказал, все так послушали, покивали головами, а вообще кто полномочий, для чего это все делается? Сергей, как вам кажется? Я считаю, что сегодня и политики, и, к сожалению, даже ряд военных, потому что как-то к военным всегда отношение было несколько более такое доверительное, чем к политикам, потому что политики-то могут, бог знает что сказать, а военные все-таки должны как бы нести ответственность за свои слова, но вот в данном случае целый ряд высказываний военных со всех сторон, с каких только мы не слышим сегодня, мы видим, что это такой какой-то очень подозрительный пиар, и, как правило, это связано всегда с какими-то интересами, да, то есть, к сожалению, эти интересы попадают и в военную сферу, и активно лоббируются целым рядом военных с подачей политиков, и сегодня происходит какое-то сращивание, такой военно-политический такой комплекс, который дает возможность делать безответственные достаточно заявления, и эти заявления никак не способствуют какой-то стабильности, да, ведь, собственно говоря, чего хотят европейцы и чего хочет Европа в целом, ну, все бы хотели стабильности, да, то есть стабильное, нормальное развитие отношений с соседями, какая-то стабильность, возможность развивать бизнес, тем более после такого тяжелого кризиса, который был, и вот как раз эта стабильность фактически сегодня подрывается вот целым рядом таких высказанностей. Ну, эти заявления, на мой взгляд, абсолютно безответственны, по идее, никогда военные генералы, адмиралы и так далее не должны высыпать с такими заявлениями, это как бы прерогатива больше политиков говорить о таких проблемах военные, по идее, должны исполнять требования закона. По поводу того, сколько времени пройдет при оккупации и так далее, ну, давайте будем рассчитывать, за какое время, там, допустим, Бразилия оккупирует Антарктиду, да. Почему нет? Это абсурд. Когда там три командующих вооруженными силами Балтийских государств подписывает письмо и требует разместить при Балтике бригаду быстрого реагирования, у меня вопрос, а кто им давал такие полномочия. И на эти вопросы, я надеюсь, на следующей неделе также получить ответы. Это происходит нагнетание обстановки, это раз. Во-вторых, я вижу здесь и элементарные меркантинные расчеты тех же самых военных, что, типа, ребят, нам угрожает, давайте нам больше денег, мы тут новое вооружение будем осваивать и так далее, и так далее. Это абсолютно неправильный подход. По идее, руководство государств, чьими генералами эти являются, должны отдергивать таких ястребов, и чтобы они занимались своим делом, боевой подготовкой и тихо, мирно решали поставленные перед ними задачи. Если они начинают говорить, значит, кто-то дал им такие полномочия и разрешения. Что там? Ну, Россия там за сутки, за два часа оккупирует Прибалтик. А кто-нибудь задавал вопрос, а Россия это нужно? Или нужна эта Польша, чтобы оккупировать Латвию или шведам? Давайте уже реально опустимся на землю. Да, идет нагнетание обстановки. Вместе с тем, за последнее время произошло и целый ряд изменений, которые как бы незаметно произошло. Интересен был визит господина Кэрри, госсекретаря США в Сочи, где он четыре часа ввел переговоры с президентом России, перед этим провел переговоры с министром иностранных дел. Это ведь тоже неспроста. На мой взгляд, в течение последних лет Соединенные Штаты, Америки и Запад в целом пытался взять Россию на слабо, не получилось. Причем через Украину. Не получилось и получилась совершенно другая ситуация. И я думаю, что Соединенные Штаты, Америки испугались той ситуации, какая начала развиваться. Ну, посмотрим. Военное сотрудничество между Россией и Китаем. Мне как военному моряку, когда я увидел и услышал, что российский военно-морской флот, совместно с военно-морским флотом Китая проводят учения не на Дальнем Востоке, а в Средиземном море. Когда происходят это многоцелевые, заключения многоцелевых разных договоров, почти 40 разных договоров. Когда создается Азиатский банк противовес мировому банку. Когда будет создан еще один банк. Это в рамках Брикса. И попутно ко всему этому еще борьба с терроризмом, который породил, на мой взгляд, то же самое Запад. И эти проблемы насущные надо как-то решать. И я думаю, что США наконец-то поняли, что нужно договариваться и с Россией, и с Китаем. И как-то совместно пытаться решать этот вопрос. А все эти заявления военных, как бы отголоски предыдущей риторики. Да. Вот у нас много звонков, давайте будем их принимать. Добрый день, слушаю вас. Добрый день. Добрый день. Мне к вашим гостям такой вопрос. Слово меня Константин. Значит, Латвия не может принимать суверенных решений в сфере военных решений. Не может принимать суверенных решений в валютной политике. Не может принимать суверенных решений в международной политике. Не может защитить свой суверенный народ, суверенным, а в демократическом государстве является народ, от поражения абсолютно чуждых по менталитету иммигрантов, которые не пойми, что здесь могут учудить. — Как вы думаете, не пора ли вообще, в принципе, признать, что политический проект Латвийской Республики не состоялся, закрыть его уже один раз и навсегда, и отдать управление для экономии бюджета просто в Брюсселе напрямую, чтобы не кормить этих бездельников, которые здесь сидят в Старой Риге? — Ну, я так не считаю, что надо там ликвидировать, там еще что-то. Все это, конечно, пустой звук. На самом деле ситуация такая. То, что Латвия отдала и латвийские власти, которые присутствуют в последние годы, значительную часть суверенитета фактически отдали в ведение Европейского Союза, ну, на этом и строился, очевидно, этот союз, который ставит и свои условия. Но, с другой стороны, не все страны, будучи в такой же ситуации, действуют одинаково. Мы видим, что целый ряд стран выставляют свои особые условия. Конечно, это вызывает большое неодобрение в Брюсселе, очень большое. Вот, например, в Венгрии, которая совершенно четко и определяет то, что вот это, эти вопросы. Мы готовы согласовывать с Брюсселем, а здесь это наше внутреннее дело, и мы считаем, что для защиты интересов и суверенитета в Венгрии мы будем действовать так. Это вызывает большое неудовольствие в Брюсселе. Конечно, мы знаем, как относятся к политике Орбана и других партий, которые сегодня в Венгрии существуют. И какие решения принимает Брюссель, это вопрос и каких-то финансовых вливаний и так далее. Но при этом все-таки страна демонстрирует достаточно самостоятельную политику. Чехия и выступление чешского руководства по целому ряду вопросов. Я думаю, что каждая страна имеет некий свой взгляд. Но вопрос в том, будут ли эти политики защищать интересы полноценно. Вот о чем вопрос. К сожалению, мы видим обратную картину, что здесь скорее всегда идут навстречу любым пожеланиям Брюсселя и готовы еще больше и больше отдать тех возможностей, которые есть в стране. Это касалось и введения валюты европейской, отказ от собственной национальной валюты. Это касалось и решения по другим вопросам. Мне кажется, корень зла в том, как относятся к тому, что если сами отдают что-то Брюсселю, потом нечего удивляться, что он это взял. Да, Константин, я хотел бы давать. Вы немножко не правы. Полномочия отдаются не Брюсселю, а Вашингтону. Я как-то в шутку и предлагал. На той неделе у нас выборы президента. Так давайте Обаму изберем президентом. Представляете, сколько денег мы сократим? Не надо будет содержать армию. У нас армия уже есть. Но это в качестве шутки. Но в чем прав абсолютно Сергей? Это как раз в том, что как наши политики, как мы защищаем интересы нашего государства. Это все зависит от того, кого вы избираете. И если у нас правительство промерканское, пробруссельское, происпанское, допустим, то нечего удивляться, что они защищают интересы чужие, которые, по идее, нас не интересуют. Наша задача, как политиков, защищать интересы того народа, того населения, тех граждан, кто нас избирал. Если это не происходит, давайте не совершать в дальнейшем ошибки, не голосовать за тех, кто защищает чуждые нам интересы. Иначе не будет. И посмотрите, вот эти все двойные и тройные стандарты, которые в последнее время особенно актуально видны в политике и Евросоюза, и стран НАТО, К чему они приводят? Приводят к тому, что к власти в разных государствах приходят люди, которые во главе угла ставят защиту интересов своего народа, своего населения, своего государства. Их называют там националистами, я бы их назвал бы национал-патриотами. Или это, как уже упомянулось, или это Венгрия, или это Греция, или это Испания, или это последние выборы Финляндии. Но об этом мы можем много говорить, тем не менее, еще осталось не так много времени. Хочу спросить вот ваше мнение по поводу грядущих выборов президента. Если кто-то забыл, первый тур, может быть, и окончательный, состоится у нас 3 июня, уже все имя. Основные кандидаты известны, у вас большой политический опыт, Сергей. Как вам кажется, удастся ли избрать президента в первом туре, и будут ли сюрпризы? Ну, вы знаете, вот на этот раз действительно очень трудно что-то прогнозировать, да, почему... Самые такие непредсказуемые. Да, могут быть совершенно непредсказуемые варианты. С другой стороны, я думаю, что на первом этапе мы, конечно, будем поддерживать своего кандидата, и это очень уважаемый человек, да, и Сергей Леонидович, действительно, вот, меня радует, что вот я слушаю дебаты, в которых он участвует. Это очень достойное выступление, действительно, зрелого, умного и интеллигентного человека. Вот, что будет дальше, мы прекрасно понимаем, что у нас всего-то голосов наших, сколько есть, только есть, вот, и что вряд ли какие-то политические партии начнут поддерживать нашего кандидата. Но посмотрим, что будет происходить дальше. Я думаю, что в конечном итоге, не исключаю того, что все-таки произойдет выборы президента в первом туре, я этого не исключаю. И я даже думаю, что, может быть, это было бы лучше, чем, ежели мы получим опять нечто неизвестное, а хватит уже, наверное, экспериментировать над нашим народом и каких-то вынимать зайцев из цилиндра, или там из зоопарка, или еще откуда-то. Вот не надо этого делать, все-таки давайте уже тогда так как-то ориентироваться на то, что у нас есть. Ну, выборы президента, конечно, будут очень интересны. Да, Сергей Леонидович, там нечего говорить, на мой взгляд, это наиболее достойный человек, который достойно смог представлять интересы нашего государства и, самое главное, защищать интересы нашего государства. А в чем я уверен, что две фракции будут поддерживать своих кандидатов. Это фракции Согласия и фракции Националистов. По поводу, в чем сложность, вот по поводу всех остальных я не могу ничего сказать. Да, они могут говорить одно, думать другое, делать совершенно противоположное. Единство. По поводу подготовки к выборам. Я не вижу, что Союз Зеленых и Крысян действительно был бы заинтересован, чтобы избрали господина Вейониса. Но я не чувствую этого настроя. Нет его. Но по поводу господина Бондарса, ну ладно, очень сомнительно, что он вообще прошел бы куда-то. Но будут ли в первом туре, как говорил Сергей, эти выборы действительно абсолютно непрогнозируемы. И здесь какие-то выводы сделать, как будет кто голосовать, за кого будет голосовать, мне очень тяжело ответить на этот вопрос. Тут возможны абсолютно разные варианты. Но я бы хотел, чтобы президентом нашего государства однозначно стал бы человек, который во главе угла ставит интересы нашего государства, интересы нашего народа, который проживает на территории этого государства. Что это первая и самая главная задача. Хорошо. А сейчас сложно сказать, у кого больше шансов на дальнейшем этапе, там, не знаю, Левец, Вейнис? Потому что разные ходят разговоры, что якобы сегодня номинально вроде больше голосов на втором этапе может собрать Вейнис. Кто-то говорит о том, что Левец может тоже выскочить, как темная лошадка. Ну, я думаю, что, конечно, это вопрос, вероятно, третьего голосования, которое будет в СЭМе. И трудно сказать, кто из этих кандидатов может набрать больше. Мы видим совершенно разные отголоски. Например, вчерашние дебаты на ЛТВ-1. Мы видели, что господин Вейнис собрал чуть ли не 300 голосов, в отличие от Левеца, который более 8 тысяч голосов собрал. То есть такая разница. Да, но эта разница тоже довольно подозрительная, потому что я думаю, что все-таки популярность и зеленых, и популярность того же Вейниса среди зеленых, наверное, не настолько низка. Но, с другой стороны, все равно это решать будут, конечно, депутаты СЭМа. И здесь как бы мнение народа уходит на второй план. Наше предложение, оно было самым разумным из всех предложений. Именно согласие предлагало и неоднократно предлагало. Сделаем всенародное голосование избрания президентов. Нет. Вот и сколько мы не опрашивали кандидатов, которые у нас были на наших встречах, а у нас практически побывали все кандидаты на встречи с фракцией Центра Согласия. И каждому был задан вопрос, как он относится к тому, чтобы все-таки в своей деятельности будущего президента решить вопрос о всенародном избрании. И сколько мы слышали ответов, все были уход от этого вопроса, за исключением Сергея Леонидовича Долгопова, который... Прямо никто не ответил, да? Нет. Они все говорят, что это... Кто-то сказал, что надо пригласить экспертов, все это продумать, но, может быть, частично еще как-то, да. Кто-то сказал прямо, что он считает, что у нас парламентская республика и нам совершенно... Ведь у нас же те же самые избиратели будут избирать и парламент, и те же самые президенты. Как это, значит, может быть? А интересно, где взять других? Почему одни должны выбирать Сейм, а другие должны выбирать президент? Во всех странах это те же люди. Значит, я считаю, что... Главная задача президента, с моей точки зрения, я считаю, что президентами рождаются они, становятся. Вот если у человека есть такая уникальная харизма, что он способен объединить вокруг себя народ со всеми его разными интересами и придать ему силу... Вот я вам скажу так, у нашего президента мало механизмов в руках, но если этот человек авторитетно объединит народ вместе, то он приобретает такой авторитет, что он может регулировать и работу кабинета министров, и парламента, и всего чего угодно, потому что он будет опираться на народ, да, да. Ему нужен только авторитет. Не место красит человека, а человек красит место, да. Последний звонок мы сейчас примем. Добрый день, слушаем вас. Добрый день. У меня вопрос к господину Адамсену, как человеку военному. Вопрос такой, ну скажем, анализируя всю политическую ситуацию и те заявления прибалтийских генералов по поводу просьбы о каком-то ограниченном контингенции НАТО в тех войск, у меня возникает в этой связи вопрос. Не получается ли так, господин Адамсон, мне очень интересно ваше мнение, да, не получается ли так, что все наши генералитеты подписываются в своей как бы несостоятельности? То есть, учитывая те процентуальные суммы из государственного бюджета, которые тратятся на Министерство обороны, логика подсказывает, что они должны были бы отчитаться о том, что мы готовы к любым ситуациям и так далее, и так далее. А вместо этого я слышу, что какие-то жалкие заявления о том, что мы не готовы, то есть получается так, что мы не готовы, мы не способны и так далее, и так далее. Тогда вопрос, а куда вы деньги деваете? То есть, где ваша, ну, армия, да, где ваше обучение и так далее. Очень напоминает Украину. Вроде как целое государство, да, но тем не менее, так получается, что без западной помощи они никак не могут. Тогда вопрос, профессиональны ли эти генералы? Спасибо большое. Вот если можно, коротко, совсем мало времени. Ну, во-первых, вы упомянули Украину. Коренное различие между Латвией и Украиной заключается в том, как раз перед эфиром мы с Сергеем говорили, что в середине 90-х годов, благодаря профессиональной работе полиции, всех спецслужб, мы уничтожили рекет и объявили беспощадную войну оргпреступность. У нас не произошло сращивание политиков и преступников, что налицо, к сожалению, на Украине. Это раз. Во-вторых, я более резко вам даже отвечу. За последние 20 лет на нужды вооруженных сил истрачено в районе где-то около полтора-двух миллиардов евро. Но вместе с тем мы в прошлом году радовались, как дети, когда норвежцы нам подарили бронекаски. У нас нет элементарных вещей. И все эти заявления генералов, это показывает бестолковость и непонимание отдельных должностных лиц, чем должна заниматься армия и какие современные вооруженные силы должны быть у нас сейчас. Я надеюсь, что со временем мы достигнем ситуации, когда мы сможем гордиться высокой боеспособностью наших подразделений. И то, что у нас профессионалы служат в армии, у меня не вызывает сомнения. То, что есть бестолковые, особенно политические руководители, это совершенно другой вопрос. Люди, которые не понимают, что такое безопасность, как вопросы безопасности влияют на экономику, на социалку, на финансы. Они, по идее, не должны занимать должностные места в правительстве, не могут становиться первыми лицами нашего государства. К сожалению, у нас это сплошь и рядом. Янис Адамсон, Сергей Мирский и два депутата Сейма из фракции Согласия были на студии. Большое спасибо. Встретимся уже с другим гостем через минут 7-8. Оставайтесь с нами.